Так, друзья, товарищи, всем здравствуйте, на связи Денис. В этом видео хочу с вами поговорить про листа DAO, хочу поговорить про инвестиции Binance в этот проект. Они сюда 10 миллионов занесли. И, конечно же, про IFO этого токена-листа на PancakeSwap, который у нас будет уже 19-20 июня. После этого IFO у нас будет листинг этих токенов на Binance 20 июня. Ну и, в принципе, иксы, иксовые, все хотят здесь заработать. В общем, в чем главная суть? Главная суть первая, это то, что это видео будет максимально актуальным именно для тех, кто его посмотрит до 19-го, ну максимум до 20-го июня. Как-то так. Второе, забегая наперед, скорее всего 99% я могу сказать, что вы не будете участвовать в этом IFO, потому что здесь условия достаточно сложные. У вас или же не будет необходимой NFT-шки, PancakeSwap NFT, или не будет 1500 поинтов, или не будет просто куча-куча-куча свободных кей, которые вы сможете заморозить. Хотя бы там на полгода, на год, а то, возможно, на 4 года. Вот это вот вкратце. Но не спешите, как говорится, выключаться. Потому что помимо этого IFO-листа на PancakeSwap, у нас есть еще мегадроп-листа на Binance, где токены нам вообще будут давать бесплатно и намного больше. То есть вот здесь, вот в этом IFO на PancakeSwap нам продадут, подчеркиваю, продадут, не бесплатно дадут, а продадут всего лишь 5 миллионов токенов. Это 0,5% от общего supply. Смотрите, PancakeSwap, IFO Sale, 5 миллионов продадут, 0,5% от supply, 100% на TGA. То есть без локов мы их сразу же получим на PancakeSwap, мы их будем выкупать здесь в IFO-шке по 2 цента, ну и все. А потом у нас будет листинг на Binance, условно, там 10x, 20x, и вот с этими иксами мы их продали. Но опять-таки, забегая наперед, говорю, что, скорее всего, ни я, ни вы не будете здесь в IFO-шке участвовать. Это чуть позже разберу детальнее для тех, кто дослушает. Но для тех, кто недослушает, но интересно получить эти токены, слушайте следующее. У нас есть 5 миллионов на IFO, на PancakeSwap, это ни о чем. Но намного интереснее, нам раздают 100 миллионов токенов, это уже 10% от общего supply. Точно так же без лока эти токены сразу будут доступны для продажи на Binance MegaDrop. Что это такое? Переходим в мой телеграм-канал, переходим в поиск моего телеграм-канала и пишем листа, название этого токена, который у нас будет листиться. От меня есть 2 поста, вот 23.05, 28.05. Читаем первый пост и читаем второй пост. Все. Сложности здесь никакой. Чтобы поучаствовать в этом Binance MegaDrop, вам нужны BNB. Да, чем больше BNB, тем лучше, но даже с небольшим количеством BNB вы получаете стандартное количество поинтов, за которые вы уже 20-го числа получаете непосредственно токены листа и совершенно бесплатно. То есть, я еще раз хочу подчеркнуть, что вот в этом IFO, где раздают всего лишь 0.5 supply, мы выкупаем токены за реальные деньги и чтобы здесь принять участие, нужно очень сильно постараться. Сейчас я расскажу, как детальнее стараться, какие здесь есть раунды, условия и так далее. Но опять-таки 99% вы не сможете поучаствовать в этом IFO. И это еще за деньги. А вот здесь вот, в Binance MegaDrop нам раздают в 20 раз больше токенов, уже 100 миллионов. Раздают абсолютно бесплатно. Мы ничего за это не платим и участвовать здесь очень легко. Поэтому, кто еще не делал вот этот MegaDrop листа на Binance, обязательно переходите в мой Telegram, в поиске пишите листа, ищите два поста и делайте. Это прямо-таки обязательно. А теперь давайте, как говорится, о наболевшем IFO на панкейке. Почему наболевшем? Потому что лично я являюсь в том числе холдером панкейка. У меня есть токены Cake. Забегая наперед, опять-таки могу сказать, что в принципе я практически уверен, что там в периоде год-два-три с кейком будет все хорошо, потому что Binance будет развиваться. Это у нас самый популярный DEX на Binance. Ну и как бы все должно быть окей. Но на сегодняшний день ничего хорошего здесь нету. И даже за свои кейки я здесь не могу участвовать. Давайте теперь разберемся в более детали. У нас в этом IFO есть два пула. Первый пул это Public Sale. Второй пул это Private Sale. Ну, начнем давайте с Private Sale. На Private Sale отводят всего лишь 10%. То есть это 500 тысяч токенов листа. Очень мало на самом деле. Чтобы принять участие в этом Private Sale, у нас есть два пути. Первый путь. Это у нас должна быть Pancake Swap NFT. Что это такое? Это NFT, которая выглядит вот таким вот образом. Такие зайчики, кролики. Сейчас погрузятся и вы посмотрите. Вот. Самое интересное это стоимость этой NFT-шки. Как видите, приблизительно полтора BNB. Полтора BNB это вот сейчас около 1000 долларов. Плюс-минус. Вот если хотите поучаствовать в этом Private Pool, пожалуйста, можете купить сейчас за полторы BNB эту NFT-шки и поучаствовать. Но мне кажется, это такое себе удовольствие и очень-очень сомневаюсь, что это будет выгодно. Второй вариант, как поучаствовать в Private Pool, это у вас в вашем профиле должно быть 1500 токенов или же больше. Давайте проверим, например, мой профиль и посмотрим, сколько токенов у меня. Так, вот мой заяц. И мы видим, что у меня всего лишь 500 поинтов. Теперь посмотрим, за что мне давали поинты. Вот за каждое предыдущее IFO, в котором я участвовал, видите, я участвовал в Diviner Protocol, Porto, Froyo, Santos и Mindset Dalarne. Вот за каждое IFO мне начислили по 100 поинтов, всего у меня 500, а нужно 1500. Соответственно, примеряйте все на себя. Ну, если вы участвовали в предыдущих IFO, наверное, у вас тоже там пару сотен поинтов. А если вы никогда ни в чем не участвовали, скорее всего у вас здесь 0. Поэтому опять-таки пролет. Вот такие два момента, как мы можем поучаствовать в Private Sale. Более того, даже если у вас что-то из этого есть, вы думаете, что все круто, не совсем. Потому что максимум вы здесь можете зафиксировать, подчеркиваю, зафиксировать 200 баксов. А потом ваша локация, еще не факт, что будет на 200 баксов. Потому что здесь в приватке пофиксируют очень много людей. И ваша локация может быть там и на 5 баксов, и на 10, и на 20, я не знаю на сколько. Потому что у меня нету статистики за опрос, ловите сейлы с Private Sale. Но мне кажется, это будет очень-очень небольшая цифра. Ну, в общем, в любом случае, скорее всего, Private Sale это скип. Ничего интересного за 1,5 бенди покупать. Вот этот PancakeSwap NFT пока что тоже не желаю. Разбираемся во второй опции. Это у нас Public Sale. Здесь уже ничего покупать не нужно, но нужны токены Cake. Здесь у нас уже 90% от всех токенов, которые пойдут на IFE OpenCakeSwap. То есть 4 миллиона 500 листа продадут. Стоимость точно такая же 2 цента. Разлоков нету. Все круто. Будем сразу лить на Binance. Но здесь уже у нас есть более точная калькуляция. Я сейчас вам прям включу регулятор и просчитаю, сколько же здесь реально получить аллокацию. Но давайте начнем с того, как здесь получить эту аллокацию. Так вот, чтобы получить здесь эту аллокацию, нам нужны будут токены Cake. Обычные токены Cake, которые, например, у вас сейчас на бирже лежат. Или вы их купите там на бирже. И нам нужны будут токены V-Cake. А вот что такое V-Cake? V-Cake мы получаем, когда мы стейкаем свои кейки на PancakeSwap. То есть у нас есть раздел Earn и есть раздел Cake Staking. Вот мы сюда заходим, подключаем свой кошелек. И, например, у вас есть там 1000 токенов Cake. Предположим, 1000 токенов Cake. И вы их хотите застейкать. Стейкинг этот фиксированный. Вот вы выбрали на 1 week, 1 неделя. 1 месяц, 6 месяцев, год и 4 года. Вот только такие варианты. И вот выбрали на полгода, все. Раньше, чем полгода, вы отсюда свои токены как бы не заберете. Поэтому нужно хорошо подумать, насколько вы хотите его залочить. По процентам тоже не очень все радужно. Вот за полгода вам насчитают всего лишь 3% годовых. То есть за полгода вы там 1,5% получите. За год вам насчитают 6% годовых. Ну и самое интересное. Если вы зафиксите на 4 года, то каждый год вы будете получать в среднем 25% годовых. Очень интересно, что будет через 4 года тоже очень интересно. Но на неделю там вообще ни о чем. Но здесь смысл даже не в этом. Смысл в том, что когда мы фиксируем эти кейки, помимо процентов доходности, мы получаем еще себе, так скажем, другие ликвидные токены с приставочкой V, которые называются V-Cake, за которые мы будем участвовать непосредственно в IFO. То есть, что это означает? Вот у вас есть 1000 токенов кейк сейчас в моменте. Вы, допустим, их холдите на бирже или готовы купить, чтобы поучаствовать в этом IFO. Что дальше происходит? Дальше вы эти 1000 кейк переводите на свой кошелек, кошелек подключаете к PancakeSwap и заходите сюда в стейкинг. Вы обязаны застейкать эти кейки, чтобы получить V-Cake. На какой период вы их застейкаете, зависит только от вас. Но, смотрите, вот 1000 кейков вы застейкаете, например, на неделю, и вы получите всего лишь 3.824 V-Cake, то есть копейки. И участвовать в IFO вы сможете только вот на 3.84 V-Cake. Это просто, ну, это сопли. Окей, нас же как бы сподвигают, чтобы мы стейкали больше. Давайте на месяц. Мы стейкаем 1000 кейков, подчеркиваю, 1000 кейков на месяц, и получаем всего лишь 18 V-Cake. Это просто смешно. Стейкаем на полгода и получаем уже 12% от наших кейков. Стейкаем на год и получаем уже там практически 25%, да, от 240 кейков. С наших V-Cake с наших 1000 кейков. И наши 1000 кейков весь год, они будут залочены. Ну и самое интересное в вишенке на торте, это если мы наши 1000 кейков закинем в стейкинг на PancakeSwap на максимум на 4 года. О, в таком случае, наконец-то, мы видим адекватные цифры, где за 1000 кейков нам дают практически 1000 V-Cake. Вот это вот уже интересно. Но вы свои кейки заморозите на 4 года, ну и все. Ранее вы их никак абсолютно отсюда не заберете. Предположим, вас устроит вариант на месяц. Давайте рассмотрим такой вариант, да? Ну окей. Сейчас просчитаем просто, вы увидите это еще, насколько дальше доходит весь абсурд и насколько это будет невыгодно. 1000 кейков взяли, готовы заморозить их на месяц и получим свои 18 V-Cake. Давайте просчитаем, сколько же мы тут заработаем. Предположим хотя бы. Окей. Возвращаемся назад на эти три точки, на наше IFO. Что у нас дальше? 4500 токенов нам здесь раздадут. Угу. Окей. А, кстати, стоит еще сказать, чуть не забыл. Вот мы получим вот эти 14, сколько там, подождите. 18 V-Cake. Вот мы получим 18 V-Cake. И вот в этом пуле мы должны будем застейкать эти 18 V-Cake и плюс еще 18 кейков нормальных. То есть нам нужно тогда или стейкать не до конца 1000, а там стейкать, например, 980, получать 17,8, 17,8 застейкать V-Cake и плюс еще 17,8, вот те, что у нас остались здесь, обычных кейков. Это не столь важно, но просто такая механика. Окей. Ну вот предположим, мы и так вот сделали, да, 1000 кейков закинули, 18 V-Cake получили, еще 18 кейков обычных докупили, докинули. Зафиксировали все это чудо. Теперь давайте же просчитаем, сколько мы здесь получим, какую локацию нам дадут. Смотрите, мы знаем точное количество V-Cake, которое есть сейчас у всех холдеров. То есть, пожалуйста, это 27 миллионов 300 тысяч V-Cake. Вот. И вот на все эти V-Cake, они, ну, будут принимать участие в этом I-FEO. Хорошо, давайте даже предположим, что не все холдеры V-Cake будут принимать участие в I-FEO. Хотя это глупо, потому что если уже застейкал, ну, то хоть что-то делай с ними, потому что они просто так лежат. Я думаю, там процентов 90 примут участие и миллионов 25 зафиксируют в I-FEO точно. Если нет, окей. Давайте предположим, что зафиксируют даже там, например, ну, плюс-минус половину от того, что сейчас застейкан у людей. Это 15 миллионов. Это очень грубо, но пускай будет так. Но, скорее всего, там максимально будет фиксировать люди. Что мы дальше делаем? Мы знаем, что у нас есть целых тысячу V-Cake, за которые нам дали 18 V-Cake. То есть, мы сможем зафиксировать только 18 V-Cake. У вас 18. Далее, мы это делим на общее количество всех застейкан у V-Cake, которое будет в этом I-FEO. Еще раз, мы с вами видим, что всего сейчас V-Cake у людей 27 миллионов, но давайте даже половина там не захочет участвовать в I-FEO, пускай будет 15 миллионов. Окей, примем участие на 15 миллионов, вот мы на 15 миллионов и делим. Получаем красивую такую цифру. Дальше нам эту цифру, точнее это число, нужно умножить на общее количество всех токенов, которые продадут непосредственно в этом пуле. Всего на I-FEO нам выделили 0,5 процентов, 500 миллионов, и сюда нам выделили, получается, 400, подождите, чтобы еще не соврать, а то я уж тоже запутался, 450 миллионов, по-моему, нам выделили или сколько? Давайте посмотрим еще раз, чтобы я точно это сделал, два раза не считал. Не 450, а вот 4 миллиона 500, вот. Да, нам выделили 5 миллионов, это 0,5 процентов, 500 тысяч на Private Pool и на этот Pool 4,5 миллиона. В общем, мы вот это вот умножаем на 4,5 миллиона. Раз, два, раз, два, три. И получаем, вуаля, 5,4. Что это такое? 5,4 токена листа будет ваша аллокация. С тысячи кейков, если вы их сейчас закините на месяц и примите участие вот в этом I-FEO. И это я подчеркну еще раз, очень важно. Я считал, что всего закинут 15 миллионов кейков, V-кейков, 15 миллионов V-кейков в тот момент, когда сейчас вот статистика нам показывает, что их всего 27. То есть, если их закинуть максимально 27, то вы уже там получите не своих 5,4 токена листа, а вы получите там 3 токена листа, да, или 2 токена листа. Вот такие пироги. Ну, давайте даже, предположим, вы получили 5,4 токена листа. Сколько же это? Ну, вот начальная стоимость листа у нас 2 цента. Да, мои господа. Умножаем. Вы получили аллокацию на 10 центов. И вот вам весь абсурд. То есть, вы зафиксировали тысячу кейков. Это приблизительно там 2500 долларов. У нас сейчас кейк по 250 торгуется. Вот вы зафиксировали 2500 долларов на месяц. И получите аллокацию на 10 центов. Да, потом эта листа выйдет на бинансе. И пускай он даст даже 50 иксов. Ну, вот 50 иксов дала листа. Хорошо. Вы аж 5 долларов заработаете со своих 10 центов. Ну, это круто. Это в процентном соотношении это круто. Да, там 50 иксов, там 100 иксов. Хорошо, круто. Вы с 10 центов заработаете целые 10 долларов. В процентном соотношении вопросов нет. По профит. Но в процентном соотношении, сколько вы фиксируете живых денег, настоящих или же живых настоящих кейков, да? Ну, насколько это можно выразить так настоящих, ваших ликвидных, вы их морозите. Получаете V-кейков намного меньше. И потом еще намного меньше локации. В общем, вот такие вот у нас сейчас iFior ребята выходят на PancakeSwap. Конечно же, меня это не радует, потому что у меня есть кейки. Я бы с удовольствием здесь принимал участие, если бы были адекватные условия. Сейчас эти условия я считаю неадекватными. Единственный вариант это если у вас есть поинты, конечно же да, можно поучаствовать. Или у вас есть PancakeSwap NFT, конечно же да, можно поучаствовать. Но если нету NFT-шки, покупать я считаю не стоит. Если нету кейков, уже V-кейков, морозить их на какой-то срок, скорее всего тоже будет глупо. Но что точно нужно сделать, это поучаствовать в мегадропе листа на Binance, абсолютно бесплатно и абсолютно бесплатно получить эти токены листа. Друзья, в принципе на сегодня все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram. С вами как всегда был Денис. Всем пока. Зарабатывайте.